Лидер региона побывал с рабочим визитом на заводе «Саранскабель», который основали ровно 67 лет назад. И ровно 62 года назад была выпущена первая кабельная продукция. На предприятии Владимир Волков пообщался и осмотрел производственные площадки, а также лично поздравил сотрудников с праздником и с подробностями Дина Мустаева. За 67 лет существования предприятие освоило выпуск широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции для разных отраслей промышленности. За последние несколько лет были вложены миллиарды рублей в модернизацию производственных мощностей. В эксплуатацию же введены высокоскоростные линии. Их работу и показали Владимиру Волкову. А еще рассказали, что готовы ко всем запросам потребителей. Я даже думал, что у нас в магистральной кабеле только оптовое окно. Так, оптовое окно для всех потребителей, кроме военных. Военные не пускают оптику. И то же самое вот ТЗГ. Вот здесь вот бумажная изоляция, конечно, древность, а военные тоже требуют. А раз требуют, не делай. На сегодняшний день Саранскабель является одним из ведущих предприятий кабельной промышленности и постоянно обновляет номенклатуру выпускаемой продукции, реализация которой возросла до 6 миллиардов рублей. Эта цифра в 2014 году была в разы меньше. Владимир Волков отметил, что были у Саранскабеля и трудные времена. Кризис не щадил никого. Однако, благодаря серьезной совместной работе республиканских властей и руководству завода удалось достигнуть высоких показателей. Главное, мы подняли кабельный завод благодаря тем людям, которые, несмотря ни на что, которые, несмотря ни на что, что рядом кабельные заводы работали стабильно, остались на этом заводе. Я, наверное, это руководство завода от себя скажу тоже. Спасибо вам огромное за это, уважаемые товарищи. Говорил Владимир Волков и о том, что надо учиться работать в условиях санкций. Без экспорта никак нельзя. Но у Саранскабеля есть все для того, чтобы выпускать конкурентоспособную инновационную продукцию. Сейчас ее поставляют на крупнейшие предприятия России, а также за границу. Лидер региона отметил, что всего этого достичь было бы трудно без простых рабочих. Благодаря профессионализму многих поколений ученых, инженеров, рабочих, продукция Саранскабеля славится как в Мордовии, в России, да и за пределами Российской Федерации. А само предприятие зарекомендовало себя как стабильный и надежный партнер. Я поздравляю вас с праздником. За первое полугодие 2017-го средняя заработная плата составила 33 тысячи рублей. За последние пять лет ряды сотрудников пополнили 286 молодых специалистов. Это говорит о том, что предприятие стабильно развивается. В завершении встречи Владимир Волков вручил почетные грамоты тем, кто внес большой вклад в развитие промышленной отрасли республики. Продолжение следует...